Татарская сказка Соловей Едет купец, отовсюду привезет себе что-нибудь на память. Жил у него в доме Соловей. Жил в большой клетке и в красивой. Стены клетки из серебряных прутьев слеплены. Крыша хрустальными плитками выложена, а пол золотым песком усыпан. Ничего не жалел купец для своего Соловья. Каждый день на заре, в полдень и на закате слуга приносил Соловью студеной воды в перламутровой раковине и отборного зерна на гентарном подносе. И жил себе Соловей без горя и забот, припеваючи. А уж петь он был из всех мастеров мастер. «Да ведь ему живется у меня лучше, чем на свободе», говорил купец, слушая, как весело поет Соловей. Однажды собрался купец со своим торговыми делами в чужеземную заморскую страну. Узнал об этом Соловей и просит купца. «Послушай, хозяин, ты всегда был добрым со мной, никогда ни о чем не отказывал. Испомни же и на этот раз мою просьбу. Ты ведь едешь ко мне на родину. Там, в гранатовом саду, живет моя родня, все мои братья и все мои сестры. Подойди к ним, хозяин, и скажи, что я шлю им много-много поклонов. А еще скажи, что я жив и здоров, и ни на что не жалуюсь». «Хорошо», — сказал купец, «непременно сделаю так, как ты просишь». И отправился в путь. Вот приехал он в ту заморскую страну, распродал все свои товары, накупил разных диковин, и когда кончил все свои торговые дела, пошел разыскивать сад, о котором говорил ему Соловей. Ходил, ходил, и пришел, наконец-то, в сад редкостной красоты. Цветов там, видимо, невидимо. Гранатовые деревья точно красной краской выкрашены. Столько на них плодов. Воздух кругом сладкий, душистый, и словно дрожит весь от соловиного пения. Куда ни глянь, на каждом дереве, на каждой веточке сидит Соловей, и звонким голосом выводит свою песню. А уж один так заливается, такой трелью рассыпается, что хочешь не хочешь, а заслушаешься. Но этот, наверное, сродни моему певцу, подумал купец, и, подойдя к дереву, крикнул. «Послушай, Соловей, у меня дома в серебряной клетке живет твой брат. Он велел передать тебе и всем своим братьям и сестрам, что ни на что он не жалуется, пьет сладко, ест сытно и ни о чем не тужит». Услышав Соловей эти слова, почти подбитый, упал на землю. Не знает купец, что и делать. Нагнулся к Соловью, а тот уже и не дышит. Крылышки раскинул, клюв разинул, лежит и не шевелится, мертвый лежит. «Эх, зря я ему о брате напомнил», подумал купец. «Видно, очень уж он горевал, да и скучал по нему». «Ну да, теперь беде не поможешь». Поднял купец мертвого Соловья и бросил его подальше в траву. А Соловей чуть только ударился об землю, так сразу и ожил. Вспорхнул на дерево, защелкал, засвистел и с веточки на веточку, с дерева на дерево, полетел вглубь сада. «Куда же ты? Постой!» закричал купец. «Скажи мне, что передать твоему брату? Ведь он так и не дождется от тебя весточки». Но Соловей ничему ему и не ответил, весело распевая, срывался густой сельни. Печальный приехал домой купец. «Ну что, хозяин, передал ли ты мой привет? Привез ли мне весточку от родни?» спросил его Соловей. «Твоей родне я все рассказал про тебя», ответил купец. «И привет твой передал. А вот тебе привет и не привез. Видно, твоя родня совсем знать тебя не хочет. Твой брат даже слушать меня не стал, когда я начал говорить про него». И ловко так крылья раскину, клюв разину, нипочем не догадаться, что живой. Но я и бросил его подальше в траву. А он вдруг ожил и полетел от меня прочь. Тебе даже спасибо за привет не передал. Услышал это Соловей и загрустил. Целый день не ел, не пил, голоса не подавал. А на утро, когда слуга понес Соловью студеной воды и отборного зерна на янтарном подносе, Соловей мертвый лежал в клетке. Чуть не заплакал купец с горя. Уж чего только он не делал, чтобы оживить Соловья. Сам ему воду в клюв выливал и на солнышке грел и на травку выносил. Очень уж он любил своего певца. Да только как не старался купец, но ничего не помогало. Умер Соловей. Тогда позвал купец в слугу и велел ему унести мертвую птицу подальше от дома. Слуга так и сделал. Отнес Соловья за ограду, куда вываливают всякий мусор. Там и бросил. А Соловей чуть только ударился о землю, сразу ожил. Встрепенулся и весело распевая закружился над садом. Спасибо, хозяин, что принес мне добрый совет! Крикнул он на прощание купцу и полетел к себе на родину. Крикнул он